Здравствуйте, друзья! Я регулярно в этом блоге рассказываю вам о том, до какого нищего и скотского состояния русский мир довел некогда вполне успешное и процветающее предприятие Донбасса. И сегодня я расскажу об очередном таком примере. Некоторое время назад в сеть была выложена диктофонная аудиозапись собрания сотрудников Ясиновского коксохимзавода. Это завод, который расположен в Макеевке. Это до войны было вполне успешное предприятие. Оно работает и сейчас, в отличие от множества других предприятий, захваченных так называемыми антифашистами. Но при этом и на этом предприятии, и на других металлургических заводах, и на угольных шахтах существуют задержки зарплат, которые составляют от 2,5 местами до 3 месяцев. И, конечно же, люди на пределе. Люди не знают, как им жить, потому что мало того, что зарплаты там очень маленькие, они примерно в 3 раза меньше, чем средние зарплаты по Украине, так еще и люди там не получают эти деньги вовремя. То есть их еще и не платят. И, конечно, люди на взводе, люди на пределе. И вот на днях было собрание коллектива вот этого макеевского коксохимзавода, на которое пришли сотрудники, они встречались с руководством и спрашивали, ну а где же наши деньги? Что же нам делать? Как нам жить? Сама запись, она составляет порядка 40 минут, она очень длинная. Естественно, я не буду выкладывать ее полностью, чтобы вас не грузить. Я вам покажу два фрагмента. Наверное, самых таких показательных фрагментов, из которых вполне понятно и атмосфера, которая там сложилась, и в целом, что там вообще происходило. То есть люди пришли на встречу с начальством, чтобы просить своих денег. Как там услышите сейчас на записи, в каком люди состоянии нервом, как они кричат, возмущаются. То есть они кричат, нам не за что кормить детей. Первое сентября мы не можем собрать детей в школу. Дайте нам хоть что-то, дайте нам какие-то деньги. Но сейчас мы послушаем людей, а дальше мы послушаем ответ руководства этого завода. И в полном объеме они ваше обещание пустые. Которое вы обещаете, все дни в полном объеме. О, это не выходит. Давайте, кстати, вы сами посидите до того момента, пока бы нам не вышло, это все, как, смотрите, за два с половиной месяца. И ребенка, что играет в первый класс. Я буду все вернуть. А вы меня тут раскладываете. К сожалению, качество записи не очень хорошее. На той территории, как вы знаете, действует цензура. Поэтому, понятное дело, что запрещено записывать такие собрания на видео. Запрещено говорить о том, что не выплачиваются зарплаты. О том, что нарушаются права рабочих. Где бы то ни было. То есть СМИ, так называемые, ДНР, ЛНР об этом молчат. Ничего не рассказывают. Но мы видим, что люди сами все-таки стараются какую-то информацию фиксировать, документировать и выкладывать в открытый доступ. И здесь кто-то снимал, кто-то это записывал на телефон. Запись получилась не очень, конечно, хорошая. Но если ее послушать, например, в наушниках, то там примерно понятно, о чем говорят. И в целом понятна атмосфера. То есть лейтмотив этого собрания, настроение людей, в каком состоянии люди. Думаю, все это понятно. Если вы просто послушаете этот фрагмент, он с продолжительностью до минуты. А теперь самое интересное. Что же ответил людям генеральный директор вот этого завода. Ясиновского коксахимзавода. Кстати, сам этот завод сейчас, как и прочие предприятия Донбасса, фактически захвачен олигархом Курченко. И им же эксплуатируется. То есть Курченко за бесценок эксплуатирует рабочую силу. За бесценок эксплуатирует захваченное чужое оборудование. Производит там какую-то продукцию. Ее вывозят в Россию. Там она легализуется. А дальше уже продается по рыночным ценам. Соответственно, вся маржа оседает у Курченко и у его крыши. А простые люди, рабочие, вот вы слышите. В каком состоянии они сидят без денег. Они умоляют им что-то заплатить. И дальше самое прекрасное. Дальше мы слышим ответ генерального директора этого коксахимзавода. Просто есть Минские соглашения, которые никто не изменял и не отметил. Пока не будет признание наших преступников, не будет признание, где со стороны СИИ или реализованные Минские соглашения, ситуация заморожена. Мы не можем не помочь. При Юре эти предприятия, ваши еще 10 предприятий, ведущих и выше, являются, при Юре, собственностью тех людей, которые отсюда спешат. То есть вот этот генеральный директор объясняет прямым текстом, что причина этого безденежья это непризнанность так называемых республик. Причем в первую очередь непризнанность их самой же России, что не мешает России вывозить из них произведенную продукцию. Но вот эта вот непризнанность, она позволяет делать это задешево. То есть Россия просто эти как бы неподконтрольные Украине куски использует в качестве такой колонии. Она оттуда вывозит дешевое сырье, там уже они конечно делают на нем свою наценку нормальную, да, и продают-то они ее по рыночным ценам. Но вот сам факт того, что эта территория не признана, позволяет творить с ней все, что угодно. И что характерно, даже менеджмент того же Курченко это признает и открытым текстом людям говорит. То есть смотрите, что происходит. Россия влезла на территорию Украины с воплями о том, что здесь ненавидят Донбасс и притесняют русскоязычное население. Его нужно срочно защитить от фашистов. И защитили, видите как, да, они спасли население от фашистов. То есть они превратили Донбасс в нищие, никем не признанное гетто и справились. И бросили его на 6 лет. И он еще столько же простоит, потому что понятное дело, что России это все хозяйству не нужно. То есть оно все так и застряло в этом положении. А теперь вот эти самые гауляторы, назначенные Россией, они приходят и говорят людям. Ну вы же понимаете, почему все так? Ну потому что мы не признаны, да, республики наши никто не признает. Причем сама Россия же их не признает. А предприятия наши, они-то по большому счету ворованы. Ну вы же понимаете, да, что хозяева-то они сбежали в Украину. Ну они не объясняют, почему сбежали. Ну понятно же почему, потому что на подвале-то никому не хочется сидеть. То есть предприятия у нас чужие, республика наша как бы не признана. Поэтому у нас говно как бы люди. Ну извините, ну понимаете, вот так сложилось, поэтому ничего уже не поделаешь. И все, вот понимаете, поставили перед фактом. И дальше можно сколько угодно кричать, возмущаться. Ну а что ты тут сделаешь в такой ситуации? Причем, что интересно, да, в Украине, если бы была такая ситуация с выплатой зарплат, точнее не выплатой зарплат, люди могли бы выйти на забастовку, обратиться в СМИ, я не знаю, там выступить, обратиться к властям, сказать, что рассчитайте с нами, да, пикетировать офис олигарха, который владеет этим предприятием. Там, в Орлоу, у них нет никаких прав вообще. То есть эти люди лишены всего, они могут только записать на диктофон свое собрание и тайком где-то выложить его в телеграм-канале или в соцсетях, потому что им реально запрещено даже открывать рот, даже пожаловаться нельзя. Нельзя проводить митинг, нет профсоюзов, нет прав ни на что, ни у кого. То есть ты просто бесправная рабочая сила, которой еще и не платят. И это и есть реальный итог прихода русского мира на Донбасс. Вот это нужно просто показывать всем, кто еще там у нас в Украине, неважно, или даже там где-то в Беларуси, считая, что вот придет Россия, Путин, они сделают лучше, вот нам надо жить как в России. Да вот, посмотрите, вот что бывает, когда приходит Россия. Нужно просто эту диктофонную запись крутить по всем украинским телеканалам и показывать. Вот реальный правдивый итог прихода русского мира на Донбасс. И везде, куда они придут, будет точно так же. Потому что куда бы Россия не приходила со своими боевиками, везде примерно то же самое. Поэтому, друзья, попрошу вас, как обычно, поделиться этим видео. Нужно, чтобы как можно больше людей знали реальную ситуацию в World Law на Донбассе. Подпишитесь на канал, это тоже очень важно. Надо, чтобы нас было как можно больше, чтобы такая информация расходилась как можно шире. А если вам нравится то, что я делаю, вы считаете полезными мои видеоблоги, вы можете поддержать мой канал по тем реквизитам, которые указаны в описании к этому ролику.